Знаете, хорошие ржаки, как бы не жалко и проиграть. Ты уверен в этом? Нет. И это неправильный ответ. Ты меня вынуждаешь переходить на массу. Ну, минус балл, тем не менее. Да иди так, черт. Пора выводить деньги из монобанка. Добрый день, вас приветствую из монобанка. Это мой старый свитер. Ты одеваешься и ты... Ну, как-то так. Так, рука, пожалуйста. Так. Всем привет, это новое шоу на канале French TV. Меня зовут Роман Кирилович. Шоу называется «Самый умный предприниматель». И сегодня мы будем тестировать интеллект сооснователя монобанка и смартеса Михаила Рогальского. Давайте ему все похлопаем. Создадим ощущение толпы. А будет, будет, будет вот этот закадривающий... Вау! Нет? Нет. У нас не такой дешевый продакшн. Ты знаешь вообще, как расшифровывается IQ? Давай начнем с первого вопроса. Я знаю, что IQ это вещь, которую можно померить с помощью теста IQ. Хорошо. И с помощью нашей программы. Но у нас своя авторская десятибальная система IQ. Видишь? Знаешь, как IQ расшифровывается? IQ. Нет. Ну, попробуй. Ну, I. Интеллект. Нет. Нет. Ну, близко. Индекс. Ладно. Я чувствую, у нас будет длинная программа. Я выигрываю. Как вообще, нормально? А я первый? Ты первый. Это пилотный выпуск, именно поэтому я позвал тебя. Блин, понятно. Отлично. Значит, так как это пилотный выпуск, правила еще до конца неизвестны даже мне. Но давай попробуем разобраться. Итак, я тебе буду задавать вопросы, их будет всего пять. За правильный ответ на вопрос ты будешь получать плюс один балл, за неправильную версию минус один балл. Твоя задача набрать 10 баллов. А как мы до 10 дойдем, если всего пять вопросов? Это хорошо, что ты все посчитал правильно. Действительно, так бы не получилось, если бы не были у нас вот эти вот замечательные карточки. Которые умножают баллы. Да, они много чего умеют делать. Мы их называем перки. Ты играл в Fallout? Во что? Fallout. Нет. Fallout это, давай, для всех, для тебя это компьютерная такая культовая ролевая игра. И там в начале, когда создаешь своего персонажа, ты можешь выбрать ему перки. Перки это способности. То есть ты можешь его сделать умнее, красивее, удачливее, например. С помощью кусочка картона мы не можем, к сожалению, сделать еще более умным и харизматичным Михаила. Поэтому мы придумали что-то другое. Их здесь девять. Тебе нужно будет для игры выбрать пять. Сейчас мы с ними разберемся. Давай по очереди открывать, смотреть, что это у нас за карточки. Я все могу открыть? Ты открываешь и озвучиваешь? Или я открываю и ты озвучиваешь? Или как это будет? Или я открываю, читаю и озвучиваю? Как ты хочешь? Давай постараемся, чтобы все двигалось как-то плавно. А есть еще водичка? Дайте воды, пожалуйста. Дайте, давай, 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 давай. Давай вот это. Чтоб вы два раза не берете. Миша, это тебе. Знаешь, меня напоминает, как будто вы мне самогонки привезли в такой. Надо было... Я это тут у себя поставлю. Баклажку. Баклажечку. Короче, блин, я долго буду объяснять правила. Первая карточка называется колл-центр. Ты можешь связаться с оператором монобанка, своего любимого. И у тебя будет минута, чтобы они ответили на вопрос, если ты захочешь воспользоваться помощью, помощью друзей. Давай двигаться справа на лево, сверху. Хорошо. Давай дальше. Что вам сказать? Давай, давай. Полезные контакты. Полезные контакты. Знаешь такую программу популярную, контакты? На ютюбе ты можешь... Ну, неважно. В общем, ты можешь... Я чувствую, я много не знаю на ютюбе. Ничего не знает у нас человек. Ты можешь позвонить любому контакту из своей телефонной книги и... Да, блин. И чтобы он помог за минуту тебе ответить на вопросы. Это как бы подсказки. Да. И они дают еще плюс 2 балла? Да, вместо 1. То есть, если я сам могу ответить, то это хуже, чем если я отвечаю с подсказкой. Окей. Ну, карточек у тебя будет ограниченная. Хорошо. Так, следующая карточка тоже подсказка. Мы называем это ленивый кроссворк. То есть, ты получишь такое месиво из букв. И там правильный ответ надо распознать. Он там будет. Давай дальше двигаться. Эта карточка уже здесь нету подсказки. Но ты можешь сильно повысить свои баллы. Мы можем предложить тебе вина или виски. И в зависимости от эффекта ты получишь или минус 3, или плюс. А что же в зависимости от эффекта? Рандом. Ну, как с алкоголем бывает. Типа, как повезет. Харелого знает, что будет. Так, следующая карточка тоже для экспы. Для баллов. Проборный геймер. Мы с тобой играем в игру на айфоне. Какую? Эйро хоккей. Закрытый рот. Я тебе показываю очень смешное видео. Очень. Я не смог сдержаться. Но если ты терпим к юмору, глаза закрывать нельзя, можешь получить 3 балла. Если нет, то минус 3. Ну, видео реально балло. Так, дальше это карточки, такие хаки, системы. Можно пропустить ход. Я не рекомендую ее брать, потому что у нас все вопросы классные. Секретная карта. То есть, здесь непонятный эффект. То есть, код в мешке. Крутишь барабан, как в поле чудес, и выясняем, что ты получаешь. Окей. И последняя карточка. Мы тебе показываем 3 варианта ответа. Среди них есть только один правильный. Два остальных неправильных. Ну, в общем. Я так понимаю, что если цель игры получить больше баллов, то надо взять... Как минимум 10. Надо взять вот эти, правильно? Они точно дают плюс 2. Хотя это противоречит логике подсказки. Ты считаешь, что это глупость, да? Ну, это не глупость. Ну, в смысле... То есть, получается, что с подсказкой получаю больше баллов, чем без подсказки. Это же нелогично. Очень, очень нелогично. Я уже вижу. Ну, ты понимаешь, в чем проблема? Есть и минусование. То есть, ты накидаешь неправильных версий, потом воспользуешься подсказкой, так что все будет сбалансировано. Так, хорошо. Блин, ну вот это вот очень опасная штука, потому что можно уйти в минус 3. Это случайная штука. Здесь я за себя не ручаюсь. Здесь это какая-то игра, в которую ты... Ну, очень хочется это видео посмотреть, нет? Ты можешь не пользоваться карточкой. Хорошо, ладно. Возьму это и возьму секретную карту. Ибо почему бы нет? Все, это мы все убираем. Выложи их на столе, чтобы мы помнили, что у нас есть... Значит, у нас есть секретная карта, закрытый рот, где нужно сдержать от просмотра смешного видео, ленивый кроссворд, месиво из букв, из которых нужно распознать правильный ответ, колл-центр, позвонить в монобанк, я знал, что ты выберешь, и полезные контакты можно позвонить другу. Прекрасно. Чтобы немножко размяться, включить, запустить твой мозг. Я тебе задам разминочные вопросы, они ни на что не влияют, баллов отнимать или прибавлять не будем. Столица Дании. Копенгага. Кто такой деверь? Это... Это... Брат жениха. Жениха? Ну, или мужа, хорошо. Ну, да, да, ну, да. В каком году упал Тунгусский метеорит? Это неважно на самом деле, потому что таких вопросов у нас не будет. То есть мы не будем... Два из трех все равно. Не будем тестировать твои знания школьной программы или каких-то фактов и так далее. У нас будут вопросы к ответам. Можно прийти с помощью логики, то есть своего интеллекта. Окей. Ну что, мы выбрали карты. Поехали на первый вопрос. Готов? Ты готов или нет? Ты готов. Я на камеру отрабатываю. Что тут рекламируют? Называется наша рубрика постоянная, я надеюсь. Смотри. Значит, мы убрали логотип, который объясняет, что там происходит. Тебе нужно догадаться путем размышлений, что здесь пытается рекламировать. Ну, давай думать. Давай думать. Это какой-то персонаж, похожий на шекспировский. Ну, почему похожий? Ну, Шекспир, хорошо, допустим. Допустим, это Шекспир. И он смотрит сам на себя, делая форму какого-то кольца. Кольца. Или арки. Или... Подошай. Арки, да? Ну, то есть форма здесь явно не просто так. Это бесплатный рассказ. То есть он делает арку. Что же это за форма? Что же это за форма? Ну, что? Продолжай вот в этом направлении. Ну, это цирк, да? Цирк. Цирк? Купол цирка, нет. Это... Да нет, нет. Нет, не купол цирка, это может быть... Блин, ну что это? Может, до билета будем звонить? Ну, и что, картину можно показать. По телефону объясняй. Значит, представь, что это такое... Двух Шекспиров. Двух Шекспиров. В виде арки душбы народов. Да, да, да. Блин, елочная игрушка. Миша, ты же сказал, что ты не пьешь больше. Давай так, хорошо. Шекспир. Давай от Шекспира идти. Это действительно Шекспир. Ты здесь прав. Быть или не быть. Ну, то есть... Мыть или не быть. Кто он? Кто он? Он драматург. Ну, что он делал хорошо? Каждый день. Ну, помимо стандартных процедур, которые мы все делаем. Ну, хорошо, чем он занимался по жизни вообще? Писал. Писал. Писал, так. Он писал пьесы. Потом он с этими пьесами что делал? Ставил. Ставил. То есть он выходил в сцену и... Так, режиссирует. Или, например, там мог сам там прогнать первый раз. Правильно? Так. То есть он их как бы вещал. Так. Ага. Свои произведения. Он как бы передавал другим людям. Вот отдавал. Да. Как бы им в уши лилась эта пьеса. Так, это радио? Нет. Это наушники. Господи, это наушники. Но ты только на полпути. Потому что это не реклама наушников. Но это наушники. Все правильно. А теперь давай объединим. Шекспир. Ну, это радио спектакля. Нет. Нет? Нет. Это версия? Ну, если ты сказал нет, то нет, это не версия. Я как бы, может быть, не знаю ответ, но я не тупой. Наушники, в которые вещают Шекспира, да? Ну, как бы, да. Я не знаю. Пока ты не скажешь, это версия, я не могу. Ты типа, получается, я вслух размышляю. То есть ты как бы их надеваешь, и тебе Шекспир шепчет в ухе. В принципе, да. Как бы. Да, да. Может. Ну, типа аудиокниги. Это версия? Да. Это реклама сервиса аудиокниг. Я вот так скажу. Это ты уверен бы. Нет, я в этом не уверен, но это мое окончательное. Хорошо. Карточки пользоваться не будем. Нет. Давай посмотрим теперь правильный ответ. Включим там музыку эту интригуешь? У тебя в голове наиграет сейчас. Да, да. И кто хочет стать миллионером? Это не сыто. Аудиобукс. Аудиобукс. Ну, в общем, ты мне сильно помогал с наушниками. Да. Ну, давай. Это был такой реверанс, потому что мы сами. Мы пытаемся понять, как все это работает. Пожалуйста, заплюсуйте там балл. У тебя на счету один. То есть ты справился с первым ответом, не потерял ничего. Ну что, двигаемся дальше. У нас осталось еще четыре вопроса. Давай. У нас есть запасные. При желании. Давай. Второй вопрос. Наша постоянная рубрика. Как тебе такое, Михаил Рогальский. Мы планируем ее использовать каждый раз. Постоянно ее используем. Окей. Вы только не звоните без предупреждения. Вот. Теперь вопрос. Это цитата Илона Маска, которую надо закончить. Цитата начинается следующим образом. Два некомпетентных человека ничем не лучше, чем сказал Илон Маск. Ты издеваешься и ты... Ты знаешь эту цитату? Нет, я не знаю эту цитату. Слава богу. Так в этом-то есть суть. Ну, то есть, понимаешь... Суть цитат в том, что их не надо знать, да? Нет. Суть в том, что ты сказал, что это будет вопрос, на котором можно логически догадаться... Можно. Понятно, что... И плюс у нас есть подсказочки. Давай ли не вы кроссворд? Подожди, я таймер включу. Пока нищий. Погоди, а вопрос... Минута у тебя. А вопрос мне, бутыли. Два некомпетентных человека ничем не лучше, чем... Время пошло. Чем один? Как ты так быстро нашел? Правильно? Это правильный ответ. Давайте похлопаем. Эту карточку я забираю. Все. А полностью цитата звучит следующим образом. Так. Дань, ничем не лучше, чем один. Вот полная цитата. А полная цитата выглядит... Вот так. Я смотрю, ты знаешь... Ты знаешь, Рома? Тебе бы самому поиграть в свою игру, да? Ну, есть полная цитата, подождите. А вот же у меня карточки есть. Господи боже мой. Вот. Илон Маск сказал, что для выполнения сложной работы не обязательно нанимать много людей. Количество никогда не компенсирует недостаток, таланта. Два некомпетентных человека ничем не лучше, чем один, Михаил. Из-за этого процесс был бесконечно долгим и дорогим. Дай, посмотри. Ну, если бы ты дал с первым предложением, можно было без подсказки дать даться. Так я же поэтому вырубал из контекста. Ты же понимаешь. Так это работает. Наше шоу. Давай поговорим об этом, Миша. Как ты относишься к мысли, заявленной здесь? Действительно ли два некомпетентных человека ничем не лучше, чем один? Или можешь набрать количеством? Нет, нет. Смотри, все, конечно, зависит, наверное, от работы. Если тебе надо копать яму, то это... Влияет, да? Влияет, да. Но я полностью с этим согласен. Есть очень классная иллюстрация. Можно я сейчас демонстративно выгляну карточку и продолжим? Давай. Это тоже по репетирующему. Есть очень классная демонстрация, как три футболиста играют... Три профессиональных футболиста играют против сотни школьников в футбол. Видят? Нет. Ну, значит, дети. Ну, они просто дети. И три футболиста, и сто человек детей. Значит, у них там восемь вратарей. И такая, не знаю, куча толпа защитит, а папа полузащитит, а папа в атаке. Ну, и они там спокойно бегают между ними. Это на ютюбе можно посмотреть? Да, да, да. Вот это иллюстрация этой мысли. Не нанимайте детей. Да. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Третий вопрос. Это бизнес-кейс. Да. Будем разбирать один кейс. И хочется, во-первых, узнать, как бы ты поступил в этой ситуации. Ну, и как бы... Правильный ответ. Да, и как на самом деле поступил этот человек к этому... Да, супер. Надеюсь, ваши мысли совпадут. Создатель сети Dodo Pizza Федор Овчинников, ты узнаешь? Да. Однажды ввел правило, что если компания не успевает доставить заказ в течение часа, клиент получает пиццу бесплатно. Но бесплатные пиццы это потери для бизнеса. Задержка могла возникнуть на любом этапе, на кухне или во время доставки. Кого Федор решил в итоге наказывать за задержку? Давай сначала, как бы ты поступил в этой ситуации. Ты понял кейс? Читайте. Не, не, я понял кейс. То есть, если бы я был директором пиццерии, я хотел ввести такую систему. Кого бы ты наказывал? Никого. Это бессмысленно. Почему? Потому что это будет приводить к совершенно неправильной динамике в этой цепочке. То есть, если у тебя задействовано несколько человек, они будут пытаться как горячую картошку перебросить. То есть, условно, можно будет делать пиццу худшего качества или недожаренную ее отдавать. Лишь бы доставить быстро. Или, да, лишь бы доставить быстро. И для того, чтобы ввести такую акцию, тебе нужно правильно построить бизнес-процессы, а не наказывать людей, которые по каким-то причинам не смогли выполнить. Потому что, если пицца недоставлена воврем, скорее всего, это проблема в бизнес-процессе, а не в конкретном человеке. Я бы так поступил. Я думаю, что он бы поступил так же. Ну, ты уверен, не будем использовать... Так я просто, что, в колл-центру позвонить, что ли? Нет, ты боишься звонить в колл-центр? Чтобы что? Чтобы спрашивать, как поступил Федорович Овчинников? Нет, для колл-центра у нас есть другой вопрос. Ну вот. А, в смысле, просто я когда звоню колл-центру, они отвечают на другой вопрос? Ну, или на этот, или если ты хочешь, есть специальный вопрос, просто который короче. А я могу его узнать? Да. Давай, узнаю. Хорошо. Так и быть, чем закончился сериал «Друзья»? Блин, ну в колл-центре люди там молодые, они могли его не смотреть. Это за руку. Это написано... В общем, они смогут довольно быстро. Быстро загрузим. Ну, давай. Так. Ну, у них есть минута. С момента, как ты отпаиваешь сообщение. А, я же никогда не звоню. А, сообщение? Или ты хочешь позвонить? Как хочешь? Звонить будет быстрее. Звонить быстрее, тогда давай, у тебя, я включу таймер, когда тебе ответит человек. Никогда, кстати, не звоню. Угуруйте быстро, время 10 тысяч. И еще песню мне напойте руки вверх. Ну, кстати, если останется время, пусть они споют песню, пожалуйста. А то они только пишут ее в тексте. Да, на громкую связь. Максимально? Монобанку, будь ласка, дочекайте вьетнай язык просто. Зазвучай, что займите наиблише 30 секунд. Я готов. Добрый день, вас приветствует Монобанка. Меня зовут Катерина. Прихожу, слушаем вас. Катерина, добрый день. Я сейчас участвую в шоу. У меня есть минута для того, чтобы вы мне помогли ответить на вопрос. Ох. Не переживайте, вопрос простой. Чем закончился сериал «Друзья»? Вы можете сейчас зайти в гугл и увидеть. Напечатаю. Чем закончился даже без гугла. В последней серии «Рост полетит за Рэйчел». Моника, чем вы пересели в саду, не доберусь с собой Жоя с установленного ребенка? Нет, нет, пожалуйста, прямо в самом конце. Класс, ничего себе. Последний кадр, я так понимаю. Последний кадр, пожалуйста. Да, а вот тебе, по-моему, она будет «Талисмайз». Не-не-не, нам не нужны сюжетные линии, просто последний кадр. Именно чем закончился? Да, я могу вам подсказать. 13 секунд. Именно последний кадр назовите просто. Ну вот тут уже надо забыть. Я сейчас... 5 секунд. Все, выключай. Ну, я считаю, что так нечестно, потому что на самом деле ответ был настолько полный, а то, что ты сказал, что надо... А что она сказала, я так и не понял. Она рассказала, чем закончились, все сюжетные линии. Моника с Тендерном переехали в отдельный дом, забрали с собой Джойс и усыновленного ребенка. Рост полетел за Рэйчел, они остались вместе, а Фибия осталась с Майком. Камон. Мне кажется, это типа... Блин, мы не можем, мы не можем так поступить. Хорошо, друзья. Плюс 3 балла. Коул-центр Монобанка рули. Ну, на самом деле, давай... Это плюс 2 балла есть. А, плюс 2 балла, извините. Плюс 2. То есть у тебя 5 на счету. Поздравляю. А ты сомневался. Слушайте, ну... Можно будет выяснить, что это за Екатерина, сука, Елена? Конечно, можно. Выросло целое поколение людей, которые не смотрели сериал «Друзья», и которым это сейчас не очень интересно. Знаешь, что поразительно в сериале «Друзья» на самом деле? То, что я его пересматривал раза 4. Я его просто смотрю каждый раз, когда у меня плохое настроение. Вот, ну, просто как... Юмор, ну, вот он какой-то нестареющий, да? Для нас с тобой. Это просто он стареет вместе с нами. Потому что он на самом деле плохо сохранился. То есть там, в Америке, я думаю, что еще лет через 5-10 его запретят. Знаешь, как «Марико Папайо» запретили? Чего? Знаешь, что «Марико Папайо» запретили? Потому что он курит. А там что они делают? А там кучу нетолерантности, там кучу сексизма, там есть бытовой расизм. То есть там, там типа кучу-кучу всего, а то, что сейчас уже считается, как бы, не комильфой. Оно пока еще тянется, но с такими темпами лет через 5-10 его запретят. Так, давай вернемся к Феде, а то он заждался нас. Значит, твоя версия. Моя версия не поменялась. Никого? Никого. Точно? Ты уверен? А теперь, внимание, правильный ответ. Я водичку, которая просто очень пересохла в горле. Катя, осушила меня. Лап. Внимание на экран. Никого. Штраф сотрудника, это редко... Давай я сначала скажу. Миш, может, вина? Да, да, да. В принципе, не существует ситуаций, в которых штраф сотрудника будет полезен для компании. Так, у вас, соответственно, штрафуют за что-то? Нет? Вообще нет ни одной статьи? Нет. А варсто? Так, надо увольнять. То есть, какой смысл штрафовать? То есть, если сотрудник настолько плохой, ты должен его уволить. А если он допустил оплошность, ну, если он допустил какую-то, я не знаю, невнимательность, или он, там, не знаю, что-то недоучил, тебе нужно его дообучить. А штрафовать, это же, получается, ты становишься противником, ну, соперником своего сотрудника. То есть, это начинается игра, кто обманит систему. Ну, нельзя, ну, ты должен быть сотрудником на одной стороне, а ты становишься, как бы, напротив. Окей, хорошо, давай двигаться дальше. У нас четвертый вопрос. И у тебя 5 баллов. 5 баллов. Ты почти умный. У меня 6 баллов. 6 баллов? Это я почти умный. 6 баллов? Точно? Да. Мы потом перепроверим на монтаже, не мухлюешь ли ты. Четвертый вопрос. Так. Крути, герой. И у тебя 3 карты, и 2 вопроса. Давай заюзаем хоть... Так, смотри, и вот это, и вот это можно использовать. В любом моменте. Да, в любом моменте. Я это оставлю, не переживай. Я подарю тебе контент. Так, четвертый вопрос. Рубрика «Кто тут лишний?» Так. Это проплаченная рубрика. Авиасейлс? Алло. Кто там еще? Почему везде этот авиасейлс? Камон. Нет, у нас есть компания French, которая оплачивает нам студию, еду, воду, между прочим, купила тебе. Мне просто кажется, что это под дождевая вода. Мы специально для гостей, не дождевая, а там сосульки таяли, и вот эта вот талая вода, как Карпанский джирелло. Это просто какая-то бутылка у нас валялась, мы из кулера налили туда. Да, да, да. Что, да, да, да. Так и было, вон Валя наливала. Так, кто тут лишний? Внимание на экран. Какая компания не продает франшизу, не продает? Да, Розетка, Макдональдс, Саббэй точно продают. Старбакс, я знаю, что продает в редких случаях, когда это... Ага, у вас он был ответ. Не, я почему... Старбакс продает в редких случаях, когда это, например, кафе в аэропорту. Они в таком случае продают франшизу, по крайней мере, так. Ты интересовался? Я читал книжку Гуарда Шульца, да. 7-11 понятия не имею, но количество 7-11 может намекать на то, что продают. Хилтон... То есть я знаю, что гостиницы почти всех сетей принадлежат разным владельцам, и компания иногда берет под управление, иногда не берет. Я не знаю, как бы, есть ли там франшиза. Смотри, давай так, я уточню вопрос. Компания заявляет об этом. Окей, тогда Старбакс. Ну, потому что я знаю, что условно Старбакс, ты нигде не найдешь предложение покупки франшизы. Ты уверен в этом? Нет. Но я просто понятия не имею про Хилтон и про 7-11. Ну, ты можешь заюзать какой-то... Загуглить? Заюзать какой-то гугл? Я знаю. Какой-нибудь перк. Я могу посмотреть. Я могу позвонить Роману Кирилловичу. Он-то точно про франшизу еще знает? Он-то точно знает. Заодно проверим, знает ли Роман Кириллович еще про франшизу. И у него выключен телефон, к сожалению. Ну, давай посмотрим. Какие у тебя здесь есть карты? Есть секретная карта, которая не помогает? Она не связана просто. Когда ты говоришь, не заявляет, ты имеешь в виду условно на сайте? Да, да, да. То есть нельзя так позвонить в компанию, хочу франшизу. Да, вот мы сейчас вас там переключим. Давай, все, все. Я Хилтон. Хилтон мой окончательный ответ. Может, заюзаем карточку? Какую? Мы закрытый рот? Да. В кучем случае у меня будет минус один. Хорошо. Ну, типа, я холеблюсь между Старбаксом и Хилтоном, и я могу себе представить, что у Старбакс... Ну, давай, твоя версия. Да я тебе уже сказал, Хилтон. Хилтон. Да. И это неправильный ответ. А, вот она, Акела промахнулся. Правильный Старбакс? Подожди, сначала мы тебя отминусуем. Минус один. Минус один, сколько у нас? Пять. А теперь вторая версия. Может быть, все-таки 7-11? 7-11? Ты видел когда-то информацию о франшизе 7-11? Нет. Читал ли ты книжку со основателем 7-11, где он пишет, что мы никогда не продаем франшизы? Нет, я не знаю ничего про 7-11. Ты покупал когда-нибудь 7-11 хоть что-то? Может быть. В Лондоне есть 7-11? Нет. По-моему, в Британии нет 7-11. Ну, странно, если бы у компании была франшиза, думаешь, они не вышли бы в Лондон, в Англию? То есть ты считаешь, что... Нет, я просто размышляю, как я бы размышлял так вот на твоем месте. Окей, окей. Ну, хорошо, давай. 7-11 тебя не смущает? Все, окей. Давай, говори свой Старбакс. Я же тебе ни на что не развожу. Ты не можешь объяснить смысл сейчас этой торговли? Я запутался. Ты хочешь, чтобы я дал еще один раз ответ? Что будет, если я дам его правильный? Нет, мы будем продолжать, пока ты правильно не ответишь. Хорошо, 7-11. Это мой второй окончательный ответ. Пока мы не переберем все логотипы, мы не уйдем отсюда. Давай, 7-11. Точно? Ты же там про Старбакс что-то рассказывал. Очень, очень. Ну, я же знаю, что Старбакс продает франшизы. И я буду с вами спорить. Знаешь, как это? Господин Борщевский. Господин ведущий, я считаю, это нарушение. Ладно, Борщевскому позвоним. Значит, 7-11, да? Ну, допустим. Ответ принят. Так. 7-11 это самая большая сеть продуктовых магазинов в мире. И более 60 тысяч. Так. Как ты думаешь, можно ли было построить такую большую сеть без франшизы? Рома, ты меня вынуждаешь переходить на мат. Но при этом допустить опошности и выйти в Англию. Хотя я уверен, что они в Англии есть. Рома. Так я не собираюсь второй раз минут балл принимать. Господин ведущий. Тем не менее. Правила есть правила. Пусть они недоработаны. Так. Это неправильный ответ. Хорошо. Starbucks. Сколько у него? Нисколько, потому что второй раз за неправильный ответ баллы не отнимаются. Отнимаются. Нет. В нашей программе отнимаются. Миша. Знаешь, как это? У тебя когда-нибудь уходили посреди интервью? Да. Полонский. Полонский? Да. А когда ты брал Полонский? Это тот КПП, который Миракс? Да, да, да. А когда ты у меня брал интервью? Года два назад. Он встал и вышел. Ему тоже не понравился вопрос про Starbucks. А где ты его нашел? Да какой-то чувак меня познакомил с ним. А физически где ты его нашел? В Москве. А два года назад он разбил Москве. У меня кажется, он в бегах там еще. Не, его выпустили. Он же президента пытался двигать как раз тогда. Он там раздавал себе подряд интервью, лишь бы пиариться. Да, да, да. Можешь посмотреть это эпохальное интервью на нашем канале. Ну, минус балл, тем не менее. Ты к черту, я не... Ну, что такое? Так это работает? Нет. Да, у тебя есть возможность наверстать. Это так не работает. Ты выдумаешь это на ходу. Я призываю тебя к справедливости. Смотри. Это не... Я говорю в самом начале. Мы потом покажем на монтаже, что каждая неправильная версия приводит к минус баллу. За правильный ответ на вопрос ты будешь получать плюс один балл, за неправильную версию минус один балл. Хорошо, так если я сейчас отвечу правильно, ты добавишь мне балл, правильно? Да, конечно. Окей, Starbucks. Ты уверен? Давай... Давай посмотрим. Давай. Ну, очевидно, это не розетка. Да? Да. Хотя я даже не знаю. И не Макдональдс. А розетка продавцов. Ты как прям сильно расстроился. Ты не терял никогда баллы, что ли? Ты знаешь, я сейчас готов... Я буду просто представлять твое лицо, когда смотреть смешное видео. Тебе это очень сильно поможет не рассмеяться. Так. Это не Subway. Или Subway, как правильно? Subway. Subway. Это, как мы выяснили, не 7-Eleven. И не Хилтон. И не Хилтон. Это Starbucks. Который продает? На самом деле. Он... Об этом нигде не написано. На сайте Starbucks написано... В книге основателя написано. Starbucks doesn't franchise. Угу. Угу. Не продает. Но, действительно, ты прав. Поэтому давайте добавим за чтение литературы Миши 1 балл лично от меня. Потому что я бы удивлен, что ты так прям сходу это сказал. Мне казалось, эта информация неизвестна. Если какая-то недоступная локация, там тюрьма, аэропорт, офис монобанка закрытый, да? То есть они хотят туда попасть всеми силами. Они договариваются и продают франшизу владельцу или еще кому-то. Вот. Поэтому давайте 6 баллов у Миши. У-у-у-у. А ты почувствовал, да, что как бы теряет энергия, решил как-то меня сдобрить? Да, я уже начал думать, пора выводить деньги из монобанка. Нам Екатерина уже все сделала. Хорошо. Пятый вопрос. Давайте поховы. Давайте, во-первых, самый популярный бренд у Михаила. Карпатская джерельная. О, моя вода! У-у-у! Сосульки! Или, как ее знают здесь, тала вода с крыши. Миш, дай бог, чтоб не с земли. Да, да? Дай бог, дай бог. Чувствуй себя Биаром Грилзом. Вышит любой ценой франч-тв. Хорошо. Рубрика «Что они курят?» Окей. Ты куришь? Нет. А они курят? А они курят. Класс. Что? Ну, хотя бы пока посмотри на это. Ну, это прекрасная... Эта штука называется... Называется «Острич пилу». Что в переводе с иностранного переводится как... Страусная подушка. Да, подушка страус. Я сейчас прочитаю буклет рекламных. В Испании создали подушку страус, которая призвана сделать послеобеденную сиесту максимально комфортной. Вот мы видим на экране. Надевая изделие, вы погружаетесь в приятную микросреду. Это словно личное пространство, в котором можно отдохнуть от внешней суеты. Спать после обеда полезно. Ученые выяснили, что всего 20 минут такого отдыха увеличивает работоспособность на 37%. Как они это высчитывали? Так зачем же отказывать себе в удовольствии, которое еще и повышает вашу эффективность, Михаил? Прекрасно. Там прям так писали. А вопрос еще? Прекламный бухлеть. А вопрос, Михаил, очень интересен. Это мой старый свитер. Не переживай, мы его постирали. Хорошо, так. Я его больше не надевал с тех пор, как мы его постирали. Тебе нужно будет проявить самекалку и понять, как была придумана вот эта штука. А что мне надо сделать? Мне надо его надеть или просто показать? Подумай, как ты мог... Смотри, это как бы как оно происходит? Да. Как бы как? Ты как бы его надеваешь вот так вот и в другую сторону? Я не знаю, ты просто покажи. Либо смотри, как бы вот так вот ты надеваешь. Так. Надо надевать его, да? Да, да, да. Хорошо, ладно? Постирали. А ладно, я верю. Еще тайдом пахнет. Так. И? И как бы вот так вот. Ну, как бы ты вот это... Так, помочь вам? Да. Рукав подать? Ну, как-то так. Так, рука, пожалуйста. Так. Все. И? Спокойной ночи. Честно, 20 минут посплю и правильных ответов будет на 37%. Снимай, пожалуйста. Так. Слушайте, ну это просто невероятно. Это правильный ответ. Ну, не можешь себе объяснить? Я тебе хотел показать их линейку. Если тебя заинтересует, ты можешь купить у них не только подушку страус, можешь купить так же перчатку страус. То есть тапок. Другими словами. Другими словами. То есть, ну, ты спал когда-нибудь вот так? Вот. Ты можешь купить, я не знаю, что, жгуты какие-то на лицо. Представляешь, человек спит на улице или в транспорте вот с такой штукой. Если у тебя нет худи, ты носишь пиджак, ты можешь использовать капюшон, просто надев его на голову отдельно. Так, прекрасно. Это мини-версия подушки. Вот эта, кстати, штука может быть удобной. Так, вот это что, я не знаю. Это блютуз-колонка. Это ты можешь просто, видимо... Не, ну если у тебя шея повреждена, как бы... Вот это вот. Можешь все равно спать. Носки какие-то, я не понял их функционального назначения. Просто носки они еще делают. И они еще грелку делают. То есть решили угореть уже грелку, клизму потом будут делать, наверное. И все серого цвета, как мы поняли. Ты нормально к серому? Да. Так. Мой любимый цвет. Если бы можно было его прорекомировать, если бы кто-то заплатил бы за это. Серый, новый, черный. Конечно. Так, супер. Супер, у тебя 7 баллов. Давай, этот, закрытый рот. Как раз могу дойти до 10. А могу, конечно, уйти в минус 4. И все понимаю. Тебе нужно сейчас максимально подумать о голодочных действиях. Худшее, худшее что-то. То есть надо будет просто не открыть рот. Ты можешь... Ну, закрывать руками нельзя, закрывать глаза нельзя. Давай потренируемся. Я у тебя не вызываю, наверное, так много смеха. Вода. Попоти лучше, а то будет опасно. Блин, я не хочу быть мокрым, Миша. Ладно. Блин, невозможно, видео еще не началось. Это знаешь, как прыгать с парашютом. Я тебе обещаю, видео, пицца, какое смешное. Ну, я ржал, я два раза его пересматривал. Ну, ладно. На самом деле, ради хорошей ржаки, как бы, не жалко и проиграть. Я так считаю. Так, закройте, пожалуйста, глаза и позвольте себе упасть. Пока ничего смешного. С вами ничего не может случиться. Просто позвольте себе упасть. Ведь так вы поймете. Я могу положиться от своего колена. Сука, это не все еще. Миша, рот держи. Я сам еле здесь. Задитесь вашему партнеру по упражнению. Закройте глаза и позвольте себе упасть. Очень хорошо. Быть оплаченным. научиться двери и позволить себе падать. Именно так вам станет ясно. Я могу положиться на своему коленцу. Смотрите, да. Молодец. Как ты смотришь? Господи, я чуть-чуть не сдохну. Я смотрел это просто восемь раз уже. Я знаю, что там будет. Ты видел этот ролик? Нет? Нет. Смешной вроде бы, да? Да, да, хороший. Хороший ролик. Хороший. У меня чуть мозг не взорвался. Миша зарабатывает 10 баллов. Победа! Еще две карты. Блин, мы никому не позвонили. Давай секретную карту. Там есть минус. Ну, минус так минус. Ох ты, прямо кому-то позвоним еще потом. Конечно, тебе нужно будет восстанавливаться. У нас есть вопрос простой для звонка. Хорошо, давай. Ну что? Вот. Вам не видно, да, Сол? Вот же, черт подери. Вот так оно работает. Смотрите, нужно будет нажать в центр, и мы все узнаем. Минус один балл. Хорошо? Прекрасно. Прекрасно идем, господа. Прекрасно. Напомню, есть еще вообще халява. Просто прорекламить. А что, рекламить надо? Франч. А, минут, пожалуйста. Так что звонить будем? Давай позвоним и прорекламим. Вообще будут дофига баллов. Можно больше. Ты же понимаешь, к нам потом будут приходить другие гости. Или нет. Мне кажется, вы закроете передачу. Или нет, да. Я думаю, никто не согласится. Но, в принципе, общий рейтинг будет. Представляешь, ты будешь с 12 баллами умнее Гороховского. Он к вам не придет. Поэтому он не придет, да. Ладно, хорошо, поехали. Звоните. Хорошо. Значит, вопрос звучит следующим образом. Что будет, если отсканировать зеркало? Ты можешь знать правильный ответ. Можешь не знать. Это не важно. Главное, чтобы знал человек, к которому ты позвонишь. Кому ты будешь звонить? У тебя есть минута. Нам подумать? Или что? У человека. Подсказывать нельзя. Ты знаешь ответ, кстати? Нет. Ну, как ты думаешь? Думаю, темноту получше. Ну, как это темноту? Думаешь? Там же свет светит. Может быть, теперь свечи. Действительно. Не знаю. Может быть, короче, все, все, что угодно может быть. Блин, я не знаю, кому позвонить с таким вопросом. Это о чем вопрос? О физике. Я все... Есть физик? О, я позвоню папе. Он разбирается о физике? Да. Вот тебе подсказка. Сделаешь там максимально, пожалуйста, да? Хорошо. Я у тебя тут в своем айфоне. Да, Мишель. Пап, привет. Я в ток-шоу снимаюсь и у меня звонок другу. Быстрее. Вопрос. Что будет, если отсканировать зеркало? Какое напечатается изображение? Скажи, что есть минута всего. Да, минута, как всегда. Отсканировать зеркало? Да. Ну, или в серверх положить. По идее, он пересветится. Что? Нет, ну, лампа-то засветит, конечно, будет черная. А что черная? Ну, потому что там, где засвечено, там черная. А где черная будет? Точни, пожалуйста. Так что, черный лист выйдет? Ну, да. Ага. Ну, весь? Весь черный будет? Весь черный, да, если, весь черный. То есть, если положить на стекло сканера зеркало, то выйдет черный лист. Зинь, ну, дело в том, что если ничего не положить, то тоже будет черный лист. Если ничего не положить, то будет белый лист. Ага, ладно, все, время закончилось. Спасибо вам. Ну, скажу так, то есть, это частично правильный ответ. Ты, миша, что, края? Да, потому что, если зеркало будет, например, круглое. А, нет, ну, понятно, ну, да. Ну, давай так. Там, где зеркало, будет черное, действительно, оно будет черное. Поэтому, ну, давай зачитаем правильный ответ. Так что, папа! Тебя снова 10, или сколько? 11. 11 баллов. Хочешь 13 баллов? Представляешь? Хочу. 13 баллов. Хочу 13 баллов. Значит, я перед программой у тебя выяснил, что ты не пьешь уже. Здесь не нужно рекламировать. Я пью, я не пью коктейль. Не пьешь коктейли. А здесь, в принципе, так и не говорится, что ты пьешь коктейли. Вот, это реклама Франча. Хорошо, давай. Давай. Реклама. Рекламная пауза. Привет. Нормально? Я просто, я просто... Плюс 2 балла. Привет. Меня зовут Михаил Рогальский. Я основатель Монбан и Смартес. Прямо как в своем видео. Да, да. Я обожаю готовить коктейли для гостей Смартес, но еще больше я обожаю путешествовать. И было бы круто готовить коктейли в каждом городе, куда я прилетаю. Именно поэтому мы обратились к компанию Франч, которая разработала нам франшизу. Скоро клубы Смартес откроются по всему миру, а я не потеряю навыки бармена. Захватывайте мир вместе с Франч. Миш, спасибо тебе большое за это. 13 баллов. Ты супер умный. Ты на 1,3% умнее стандартных предпринимателей. Ну, в 1,3 раза. Ну, стандартный умный предприниматель. То есть на 30%. Да, да. У меня плохо смотрел. Миш, мы хотим подарить тебе за это приз. Даже 2. Они связаны были с вопросами. Во-первых, у нас есть пакет от Фора. никакого отношения не имеет ни к чему. Просто у меня был этот пакет. А там внутри пакет АТБ? Смотри, это на лобстера похоже. Вот это неудобная херня. Давай, да. Нет, руки туда засовывать не надо. Больше. Спокойных снов. Лима, что я тебе хочу сказать? Оно типа прикольно. Даша очень понравится. И кофе от Старбакса, который не продает франшизу. Не, с каким-то штрихотом купу ты тут. Можешь его отодрать. Это магазин, интернет-магазин, где мы купили его. Да, у меня дома прямо уже кофейню скоро можно будет открывать. По франшизе? По франшизе. Ну, знай, что Старбакс не продает. Ты знаешь, что Старбакс никак не может купать в мою партию. Кстати, друзья, вот это лазейка, которую мы используем. Как мы выяснили, карточки так себе какие-то есть там шероховатости. Давай предложим нашим зрителям написать условия для карточек. Вот этих перков. То есть какие-то разнообразные задания, которые будут либо давать подсказку, либо давать баллы. И самый залайканный комментарий мы этого человека, во-первых, вынесем на карточку, упомянем, его карточку используем в следующий раз. Поэтому оставляйте комментарии в комментариях. Правильно? Где еще? И не забывайте подписываться на мой YouTube-канал и на подкаст Трогаляки. Субтитры сделал DimaTorzok